здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я продолжу рассказывать о различных группах роз которые растут в моем саду и сегодня мы с вами поговорим о шрабах шрабы это класс международной садовой классификации роз впервые понятие розы шрабы появилась не так давно в 1965 году в переводе с английского шраб означает кустарник и поэтому в эту группу входят полуплетистые формы и мощные высокие прямо стоящие кустарники впоследствии в данную группу роз стали включать розы которые по каким-то причинам не вошли в классические группы роз такие как розы флорибунда грандифлора чайно-гибридные розы таким образом розы шрабы отличаются очень разнообразными характеристиками они могут быть и высокорослыми и карликовыми и плетистыми и могут быть использованы как вертикальном так и в горизонтальном озеленении первыми в данную группу были отнесены так называемые сорта ламбертовских роз которые получены от скрещивания розы мультифлора с нуазетовыми и ремонтантными розами ламбертовские розы имели мощные побеги высотой до двух метров цвели обильно и продолжительно очень часто однократно однако очень скоро к этой группе роз стали относиться новые и новые сорта которые в этот период не могли быть отнесены ни к одной из выделяемых в то время садовых групп роз с начала 21 века официально к этой группе роз стали относить семь нам известные и любимые розы дэвида остина таким образом за прошедший период в этой группе собрались розы настолько разные по характеристикам по разнообразию форм куста что в общем-то очень многие специалистов не смогут дать точную характеристику а какие же розы от можно отнести к группе шрабы но тем не менее некоторые как бы основные отличия от этой группе роз можно выделить и так каковы же основные отличия группы роз шрабы попробуем разобраться ну во первых это отличие в цветках ни одна другая группа роз не может похвастаться столь разнообразными характеристиками цветков это могут быть простые цветы не махровые это может могут быть супер махровые цветы по форме похожие на чайно гибридные розы это может могут быть розы которые цветут на концах побегов а могут быть розы которые цветут по всей по всему объему куста так как цветут флорибунды еще одной отличительной особенности данной группы роз является очень яркая эффектная обильная очень длительное цветение большинство роз которые относятся к этой группе цветут неоднократно и волны цветения следует друг за другом многие виды шрабовых роз обладают ярким насыщенным ароматом старинных роз также основные отличия касаются и формы куста обычно розы относящиеся к этой группы имеют большие объемные рослые кусты некоторые из них могут достигать двух двух с половиной метров обычно эти кусты имеют красивую гармоничную форму которые сплошь сверху донизу покрыты цветами но самая важная характеристика которые отличают эту группу роз от остальных это высокая жизнестойкость в неблагоприятных условиях и зонах с рискованным земледелием таким образом эта группа роз наиболее подходящая для северных регионов нашей страны однако и в более южных регионах старта которые относятся к данной группе роз показали себя просто великолепно вот у меня в саду достаточно много сортов роз которые относятся группе шрабы я насчитала в своей коллекции 52 сорта но это не считая английских роз я обзоры по английским розам дело отдельно поэтому сегодня видео я поговорю о розах которые относятся грубые шрабы но не являются английскими классическими розами дэвида остина и так какой же мой топ 10 самых лучших шрабов моего сада начнем и начну я свой обзор с головокружительно прекрасной розы столь же головокружительно трудно произносимым названием лихт кёниген лючия это роза кардеса 1966 года никто кто был у меня в саду в гостях в саду во время цветения этой розы не может остаться равнодушным шквал цветов лавина цветов эта роза у меня достаточно высокая более двух метров где-то 220-230 супер обильнейшее цветение когда эта роза цветет не видно листья и хотя цветы у этой розы полумахровые но они очаровательной формы изумительного какого-то светящегося лимонно-желтого цвета обожают эту розу шмели и пчелы гул стоит всегда возле нее когда она цветет то есть роза великолепна во всех отношениях она у меня никогда ничем не болеет как все розы кордеса отличается железным здоровьем хорошей зимовкой цветет очень обильно несколько волн так что роза очень достойная второе место в своем рейтинге я отдам еще двум прекрасным розам селекции кордес 2009 года это ютерсен розенкёниген и ютерсен розенпринцессен эти розы во всех характеристиках абсолютно схожи друг с другом единственное розенкёниген обладают красивым каким-то алло кирпично красным цветом розенпринцессен приятным розовым цветом по всем остальным параметрам и характеристикам эти две розы абсолютные близнецы но если не брать во внимание кардесовской пятнистости у меня в саду эти розы никогда ничем не болеют прекраснейшим образом зимует но в защиту могу сказать что эти две розы у меня болеет кардесовской пятнистостью чуть менее активно чем розариум ютерсен цветут это розы феноменально обильно цветы держится очень долго ютерсен розенкёниген у меня в двух формах и в штамбовой и в кустовой розенпринцессен у меня только в штамбовой форме что касается розы розенпринцессен вот она мне в этом году дала ветку на которой практически белые цветы с каким-то еле-еле заметными розовыми кончиками то есть появился спорт у меня не знаю удастся мне ли этот спорт каким-то образом перепривить потому что действительно очень красивый это розы цветок если перезимует я обязательно займусь размножением вот этой спартанувшей ветки великолепный изумительный роскошные все эти эпитеты могу отрисовать к розе которая по праву заняла третье место в моем рейтинге это роза селекции массада 1992 года поль бакюс эта роза отличается изумительный по красоте цветком он бежевый очень красивой формы цветет эта роза очень обильно кистями в кисти может быть до пяти цветов одновременно это роза хорошо формируется у меня в саду два куста один я держу в пределах метра обрезка сдерживают другой же мне нужен повыше и вот прекрасно эта роза себя чувствует и практически в полу плетистой форме куст у меня высотой где-то до 180 190 сантиметров на обильность цветения это никак не сказывается цветут обильно как низкий куст и так и высокий куст этой розы к плюсам отнесу еще хорошую зимовку эта роза обладает прекрасным здоровьем роза замечательная четвертое место в своем рейтинге я отдам еще одной замечательной розе селекции массада 1999 года это роза дан панцет почему эта роза не популярна мы для меня это всегда было загадкой это чудесная роза она невысокая где-то до метра высоты она больше растет ширину чем высоту очень красивой формы куст округлый супер обильно цветущая эта роза у нее красивые цветы они какого-то приятного такого приглушенно темно розового цвета с кофейной серединой супер обильнейшее цветение цветение огромными кистями когда эта роза цветет практически не видно листвы но вот почему она не популярна вот почему так сложилась судьба этой розы мне непонятно роза достойнейшая если она вам попадется в каталогах не сомневайтесь эту розу надо посадить у себя в саду тут же не могу не рассказать о еще одной великолепной розе селекции массада тыс 2011 года это роза шато до вертой роза тоже не столь распространенная как многие розы массада но от этого она не стала менее прекрасной почему эту розу отнесли группе шрабов для меня остается загадкой по всем характеристикам это классическая чайно-гибридная роза она невысокая у меня в саду где-то около 70-80 сантиметров обладает мощными прямыми толстыми побегами которые смотрят вертикально вверх и также вертикально вверх смотрят изумительной красоты цветы они очень махровые прекрасной формы очень красивого какого-то фуксиево розового цвета с желтой серединкой с различными переливами цвета цветки очень большие где-то до 14 сантиметров прекрасной формы цветет это роза тоже очень очень обильно но не отдала я и никакого места своем рейтинге только потому что она у меня в саду еще молода наблюдая я за ней только три года за эти три года она меня только радовала хорошо зимовала и никогда ничем не болела то есть обратите внимание на эти две розы доминика массада шато до вертой и до дан панцет пятое место в своем рейтинге я отдам тоже розе кардеса 1951 года это роза эльмшорн это гибрид мускусный и поэтому это роза обладает ну просто феноменально обильным цветением вот именно эта роза и показывает разнообразие как бы форм роз которые относятся группе шрабов эта роза у меня легко берет высоту три метра роза полноценная плетистая при этом отличается просто железным здоровьем у меня она растет в условиях в которых большинство роз просто бы не выжили она растет у меня в корнях огромного абрикоса который практически все питание у нее забирает кроме того она растет с северной стороны забора а с другой стороны крыши от двухэтажного соседского дома то есть солнце ей достается только всего несколько часов вечером тем не менее она в этих непростых условиях феноменально обильно цветет всегда выдает огромные побеги длиной до 3 метров никогда ничем не болеет не повреждается не вредителями не болезнями замечательная роза во всех отношениях кроме того цветет она обильно в несколько волн то есть это реально красивейшая одна из самых красивейших роз моего сада шестое место в своем рейтинге я дам дом розам которые у меня растут штамбовой форме это роза фил де сайсон энвел буддельф бельгия 2003 год и роза бесси интерплант нидерланды 1998 год эти розы абсолютно разные по своей расцветке по своим характеристикам но тем не менее оба эти штамба заслуженно являются звездами моего сада роза бесси так обладает таким приятным яично-желторажевым цветом у нее небольшие простые цветочки размером где-то около 5 сантиметров с волнистыми лепестками очень обильное цветение цветет она обильно очень в первый раз чуть менее обильно во второй и роза фил де сайсон у этой розы небольшие цветочки где-то они похожи по форме на цветы розы балерина но они чуть больше около трех четырех сантиметров и обладают более ярким цветом таким ярко розовым цветом цветут эти розы очень обильно первое цветение у них более обильно чем второе обладают железным здоровьем никогда у меня за время произрастания у меня в саду ничем не болели также эти розы хорошо зимуют и всегда меня радуют седьмое место в своем рейтинге я отдам двум розам доминика массада это роза ладюре дим доминик масса 2009 год и роза прикспе джерри дуд масса 2010 год что касается розы ладюре у нее изумительно красивый и куст и сам цветок куст у нее невысокий ну где-то чуть больше метра очень красивой гармоничной формы он больше в ширину чем высоту очень красивые цветы этой розы я даже затрудняюсь сказать какой у этой розы цвет он какой-то и лиловый и темно-розовый с какими-то песочно-коричневыми тенями внутри цветка то есть цветок играет разнообразным цветом он достаточно крупный около 10 может быть даже чуть больше сантиметров обладает чудеснейшим запахом это роза у меня никогда ничем не болеет ее не любят джуки не любят ее вредители то есть она всегда стоит здоровая и меня радует кроме этого эта роза прекрасно зимует очень обильно цветет как в первое так и во второе цветение но единственное во второе цветение ее надо чуть-чуть сдержать она может во второе цветение запросто взять высоту и в полтора метра что касается розы прикс поджеридут у нее небольшие цветочки где-то до семи сантиметров очаровательной формы чашечкой эта чашечка наружные лепестки у нее такие темно-розовые и желто персиковая серединка цветет она большими кистями достаточно высокой это роза может быть то есть она запросто если вы ее отпустите может взять высоту и до двух метров но куст у нее немножечко узковат супер обильнейшее цветение тоже очень здоровая и хорошо зимущая роза не любят ее вредители не любят ее жуки розы очень достойные рекомендую восьмое место в своем рейтинге любимых шрабов моего сада адам розе дельбара 1998 года роза децессирьонс эту розу просто обожаю я не очень как бы люблю пестрые розы у меня их не так много но эта роза феноменально хороша у нее изумительно красивый цветок вот сочетание какого-то бледно-желтого с бледно-розовым смотрится очень красиво кроме того вот лепестки этой розы они все изрезаны и вот сам цветок обладает необыкновенным шармом не только из-за расцветки но из-за изумительно необыкновенной формы самого цветка кроме того эта роза цветет очень обильно единственно среди минуса могу отметить что у нее узковатый куст если вы хотите объем в общем-то можно эту розу сажать тройкой или парой только не в одну яму а вот через 30-40 сантиметров и она достаточно высокая у меня она легко берет высоту где-то метр сорок метр пятьдесят концов сезона девятое место в своем рейтинге я дам одной из самых любимых мною роз доминика массада это роза фру фрутан джаки масса 2007 год очень люблю эту розу по многим причинам но во первых у нее изумительной красоты цветы у этих цветов необычный медовый цвет цвет растопленного меда с различными оттенками переливами очень красивой формы у него цветы и хотя размеры этих цветов не очень большие но где-то до десяти сантиметров но их огромное количество причем это роза отцветет сумме супер обильно не только в первое но и во все последующие цветения она невысокая сравнительно но где-то до метра у нее хорошей гармоничной формы куст но в качестве минуса могу отметить что без профилактики эта роза может заболеть черной пятнистостью то есть обязательно нужна профилактика для этой розы во всем остальном вот никогда она у меня ничем не болела ее не любят ни жуки не вредители она достаточно нормально зимует мне очень нравится эта роза и вот только то что она может заболеть черной пятнистостью и заставила меня поставить ее только на девятое место в своем рейтинге несмотря на то что я эту розу просто обожаю десятое место в своем рейтинге я отдам двум розам это две белые розы и я так для себя и не смогла решить какая из них мне нравится больше они абсолютно разные это роза white mail and in продукции mail and 1987 год и роза артемист антау 2009 год что касается розы white mail and ну она может продаваться под разными названиями очень часто называют бланк mail and decor супер свани white mail and это роза прекрасная во всех отношениях но во первых она прекрасно формируется мне она в том месте где она растет высокой она не нужна и она несмотря на то что я просто варварскую обрезку и делаю каждый год вот она у меня держит даже концу сезона высоту где-то до 60 70 сантиметров я видела сады где она растет высоту и до 150 сантиметров в если вы ей это позволите отличается эта роза необыкновенно обильным цветением у нее очень красивой формы цветы необыкновенного снежно-белого без всяких оттенков цвета прям истинно белый цвет цветет эта роза супер обильно просто не видно листья во время ее цветения цветет она супер обильно несколькими волнами никогда ничем не болеет и прекрасно зимует совсем другие характеристики у розы артемис это роза гренадер вот несмотря на сильную обрезку а каждый сезон я ее режу где-то на высоту около 40 50 сантиметров еще в первое цветение она держит размер в районе метра но уже ко второму цветению она у меня запросто 150 160 сантиметров берет у этой розы изумительной формы чашечкой небольшие цветы они размером где-то до 5 сантиметров но очень красивая форма и их очень много в кусте цвету этой розы такой белый с небольшой как бы с небольшим сливочным напали напылением внутри цветет она супер обильно в кисти огромное количество цветов и когда эта роза цветет такое ощущение что стоит белый сугроб тоже она никогда ничем не болеет стабильно зимует в качестве минуса могу сказать что если погода очень жаркая за 30 с лишним градусов то некоторые цветочки в кисти могут просто запекаться потому что лепесточки у цветов достаточно тоненькие вот наверное и как бы все ее недостатки так что обе этих розы очень достойные и по праву занимают 10 место в моем рейтинге ну и в заключении расскажу о тех розах которые по каким-то причинам не вошли в мой рейтинг но тем не менее я их очень люблю и считаю очень достойными и начну я с розы который растет у меня не так давно ей всего три года это роза сувенир эдуард мобе доминик масса 2009 года но почему она не вошла в мой рейтинг эта роза очень медленно развивается и у многих она так и не достигла заяю заявленных характеристик у меня она только в прошлом году показала всю свою красоту куст еще небольшой но думаю и надеюсь что этой розы меня в саду достаточно большое будущее цветок у нее просто невероятной красоты он ярко розовый чешевидные внутри лепестки сложены какими-то треугольниками и проспуски показывают очаровательные желтые тычинки цветок достаточно большой больше 12 сантиметров еще одна роза доминика массада 2008 года к совету фроссинет у меня посажена во взрослый розарий причем в корнях у достаточно взрослого дерева поэтому она тормозит немножко в своем развитии и на второй год еще совсем совсем малышка но этой розы изумительной красоты цветы и я думаю что ее если все будет хорошо ждет у меня в саду достаточно большое будущее цветы у него очень красивого цвета большие хорошо набитые цветет она обильно так что обратите внимание на эту красотку еще одна изумительная роза доминика массада 2007 года это роза шаль де невра у нее изумительной красоты цветы нежнейшего абрикосового розового цвета с налетом цвета вызревшие соломы эти цветки супер махровые в огромных кистях и цветет эта роза очень обильно у нее красивой формы куст округлый где-то до метра высотой но у этой розы есть одно но если идут дожди вы цветение не увидите совсем цветки на розе окукливается но если цветение придется на сухую погоду вы будете просто сражены необыкновенной красоты цветками этой розы и закончу я свой обзор своей болью над этой розы я плачу уже второй год это роза танта у 1987 года роза рококо если бы не та неприятность что случилось у меня в саду эта роза заслуженно бы заняла одно из самых первых мест у меня в рейдинге потому что ну просто необыкновенной красоты и обильности цветения эта роза цветок у нее вот действительно рукоко не зря ее так назвали барочный такой волнистыми с волнистыми лепестками каком это сливочно-белого цвета этот цветок показывает серединку это нисколько его не портит эта роза супер обильно цветет она достаточно высокая она может быть до 150 сантиметров высоту но борюсь я за жизнь этой розы уже второй год у меня в позапрошлом году было подтопление участка и у нас возле моего участка озеро полтора месяца стояла и наверное это роза не вынесла слишком влажного грунта и немножко у нее загнили корни вот она у меня теперь хереет год от года и вот не знаю выхожу и этот саженец или нет или мне придется эту розу заменять но роза достойнейший обратите на нее внимание великолепная роза во всех отношениях на этом дорогие мои подписчики и гости канала я заканчиваю свой обзор о розах я могу говорить бесконечно долго главное чтобы вам не надоело меня слушать всего доброго до свидания